Студия, внимание! 3, 2, 1! В эфире! Подготовка к Бурандею началась с первыми лучами солнца. Уже в 6 утра субботы работа кипела вовсю. Техническая служба телеканала «Север» прокладывала кабель, размещала аппаратуру для прямой трансляции. Организаторы соревнований проверяли трассу, размещали бригады скорой помощи. К 10 часам все было готово. Сотрудники Наринмарской поисково-спасательной базы гражданской авиации под командованием Сергея Сидорова прыгнули с высоты 1200 метров, возвестив о начале соревнований. Гостей и участников приветствовали первые лица региона. Губернатор Игорь Федоров в праздничный день подписал соглашение о социальном сотрудничестве с двумя крупными нефтяными компаниями. Взаимоотношения с зарубежнефтью и с дочерним обществом зарубежнефти, РУ Светпетра, как я уже сказал, это даже геополитика. В рамках этого соглашения делегация Ненинского округа в этом году поедет во Вьетнам. Мы покажем, что есть Ненинский округ. Мы покажем еще раз нашим друзьям, что есть Россия. Между тем атмосфера на трассе накалялась. Тренировочные заезды остались позади. Судья дал старт первой гонке. Ближе к полудню появились первые победители. Класс на снегоходах показали женщины. Первой пришла Анна Христолюбова из Лавожского. Выскочив третьей на старте, она обошла своих соперниц и пересекла финишную черту. Для женщин это далеко не первая победа. Секрет из года в год один. Во-первых, наверное, везение, когда и техника не подводит, и тренировки сказываются, потому что готовимся серьезно к этим соревнованиям. Не просто так побеждаем, а именно готовимся. В мужском поединке сошлись десятки гонщиков. И в 16.00 стали известны имена всех победителей. Среди ветеранов первым пришел Геннадий Торопов из Великовисочного. В свободном классе победу одержал Валерий Ижемцев из Красного, набрав 75 очков. А гонку на символах Бурандеи и всего Крайнего Севера, снегоходах Буран, выиграл житель деревни Макарова Алексей Попов. Праздник завершился. В этом году гостей соревнований удивили выступлениями парашютистов и полетами на воздушном шаре. В следующий раз, обещают организаторы, будет еще круче.